Так, следующий плагин это DSR2, это вторая версия DSR обновленная. На самом деле это очень крутой DSR, один, наверное, из таких самых классных на рынке, несмотря на то, что он встроен в Logic. У него есть все параметры, например, такие же параметры есть у FabFilter, очень похоже они сделаны. Значит DSR, это для тех, кто вдруг не знает, это компрессор для сибиллянтов, для шипящих звуков в голосе, ну или в вокале. То есть он в первую очередь рассчитан на такой, можно сказать, мультибенд компрессор, который в первую очередь воспринимает высокие частоты, а у нас шипящие звуки S, там, Ч, Ш, Щ, З, они, как правило, происходят именно в верхних частотах, вот эти всплески неприятные, которые потом могут быть усилены эквалайзерами, компрессорами, и это прям становится очень неприятно, особенно на каких-то там устройствах типа мобильных телефонов, если воспроизводить. И для этого есть отдельная категория плагинов, которая позволяет нам не просто компрессировать общий звук вокала, а именно держать под контролем вот эти отдельные сибиллянты, так называемые, шипящие звуки и так далее. И вот, собственно, DSR для этого у нас и служит. Значит, здесь, по сути, все та же самая история. То есть у нас трешо, вот мы выстраиваем, от какого уровня у нас мы слушаем, ну, скажем так, происходит детекция вот этих шипящих звуков, то есть, опять же, это все зависит от материала, от того, насколько у вас, в принципе, сильный сигнал у вокала, и насколько эти эски выстреливают отдельно у вокалиста, или у вашего микрофона, так как сильно словил, то есть это все зависит от материала. Дальше, Max Reduction, очень важный параметр, это насколько у нас, в принципе, максимальное может быть подавление этих эсок, то есть, ну, допустим, они превысили трешо, то есть наш DSR их услышал, а вот дальше, что с ними делать, то есть, насколько их подавить. Ну, по умолчанию стоит минус 20, я считаю, что это слишком много, это очень большое значение, то есть, можно так просто добиться шипелявого человека сделать, поэтому я, как правило, это делаю где-то в районе от 7 до 10 дБ, этого более чем достаточно. Конечно, все зависит от материала, но, как правило, это так и есть, то есть, вот в таких вот диапазонах. Дальше, Frequency, это центральная частота, по которой мы слушаем шипящие. Опять же, это надо варьировать, потому что у всех людей, в зависимости от их рта, зубов, в зависимости от вашего микрофона, вот эта центральная частота, где самые противные частоты вот эти вот присутствуют, она может отличаться там, ну, как правило, диапазон там от 3, так низко я еще не слышал, где-то от 3 кГц до, там, может быть, 8. То есть, вот в этом диапазоне происходит некий вот такой основной всплеск частот. Ну, вот можем сейчас поискать. Дальше у нас есть режим работы Relative или Absolute. Absolute у нас будет просто четко на 7 дБ каждую шипящую обрезать. А вот если Relative, то он будет зависеть от того, насколько сильно это шипящее, в принципе, звучит. То есть, если она чуть-чуть превышает диапазон, ну, нашего порога срабатывания, то есть, на небольшое количество дБ, то он не будет так сильно... То есть, это Max Reduction, он не просто так называется Max, то есть, это максимально. А он может, например, на 3 дБ ослабить, в зависимости от того, что если это S не очень сильно выстрелило. То есть, это называется Relative. А Absolute он будет прям постоянно, всегда вот четко обрезать, вне зависимости, в слабое S, в сильное S будет жестко их обрезать. Дальше у нас есть, собственно, Range. То есть, либо мы чисто обрезаем вот эту зону высоких частот, и DSR давит уровень только этих частот, либо мы берем Wide, тогда у нас не просто S давится, а у нас давится вообще весь сигнал. То есть, вот в том моменте, где звучит буква S, у нас давится весь частотный диапазон. То есть, и низкие частоты, и верхние частоты. А Split у нас, как бы, низкие частоты оставляют нетронутыми, а вот эти противные S-ки шипящие, он прибирает. Но тут я не могу однозначно сказать, какой режим лучше, потому что все зависит от конкретной записи. Иногда бывает, что если ставишь Split, вроде это логичнее, что ты влияешь только на верхние частоты, где, собственно, и происходят эти неприятные S-ки. Но бывает, что тогда появляется как раз этот же эффект шипелявости. То есть, как будто человек громко говорит S, но он не может ее до конца сказать. Получается, такой, ну, как, я не знаю, как это сымитировать. Но я думаю, вы поняли, о чем я. А вот Wide, он, получается, всю букву просаживает. То есть, как бы, весь сигнал в этом моменте просаживает по громкости. И мы уже, ну, такое ощущение, что он просто человек S не так громко сказал, а просто ее чуть-чуть аккуратно сказал. Ну, то есть, тут это невозможно вам сейчас заранее все ситуации объяснить. Это надо пробовать. Благо, здесь вот два варианта. И вы очень быстро выберете, какой звучит органичный. То есть, опять же, как я всегда призываю, то есть, все вот эти кнопки, все эти настройки, самое главное слушать, как это получается. То есть, если вам нравится, как звучит, неважно, что вы там что-то не нажали или где-то что-то не крутили. То есть, если оно хорошо работает, вот так, как сейчас, все, это самое главное. То есть, не нужно там каждую крутилку стремиться крутить. И если вы не покрутили, значит, вы что-то недонастроили. Вот, то есть, имейте это в виду. Дальше, фильтр. То есть, как у нас слушать наш диэсер. Здесь можно включить, послушать его. То есть, что именно мы слушаем, мы сейчас это сделаем обязательно. Либо у нас детекция, то есть, когда у нас принимает решение о подавлении сигнала, происходит по всем частотам выше вот этой частоты. То есть, мы поставим, например, 5, и у нас от 5 до 20 кГц будет все восприниматься как эско. Если там что-то будет превышать, то мы будем, собственно, ну, точнее, диэсер будет сразу давить этот сигнал. Либо мы можем точечно вокруг только этой частоты. То есть, если мы знаем, что у нас вверху ничего суперяркого нет, а есть только где-то в районе 4 или 5 кГц, то диэсер будет активно слушать только эту зону. То есть, плюс-минус, может быть, кГц один. То есть, эту зону будет только слушать и по ней только принимать решение, где давить частоты. То есть, это такая более точечная настройка, а это более такая широкая настройка. Вот, в принципе, и все. То есть, довольно простой плагин. Давайте теперь его попробуем на практике. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное – получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово! Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. Вы уже слышали вокал, который я в прошлом видео вам ставил. Ну, здесь слышно такой очень какой-то вот эти шипящие, довольно яркие. Они еще как-то даже так форсированы немножко. Давайте сейчас попробуем отстроить наш диэсер. Сейчас включу фильтр соло, чтобы послушать, что именно слушает диэсер. Давайте его включим сперва. Ну, вот здесь самое противное, мне кажется, как раз в районе пяти с половиной. Вот на C, S, S, надо вот это вот прям услышать. То есть надо найти такое место, где явно слышно S, а сам тембр вокала уже как-будто не так ощутим. То есть вот здесь мы слышим тембр вокала. Ну, а S тоже слышны. Ну, и здесь, здесь как бы чуть больше слышно именно S. Соответственно, здесь диэсер будет принимать более грамотные решения, скажем так. По подавлению. Поэтому оставим этот режим. Посмотрим точный. Ну, давайте я все-таки оставлю вот этот режим. Он как-то больше вот эти именно высокие частоты анализирует. И теперь мы отстроим так порог срабатывания, чтобы у нас подавление, ну, происходило, может быть, децибел там, ну, да, на 7 максимум. Главное следить за тем, чтобы диэсер срабатывал именно реально, когда звучат шипящие. Потому что если переборщить с треш-олдом, он будет вообще срабатывать на каждый обертон, то есть на какое-то там дыхание и так далее. То есть это уже, значит, говорит о том, что диэсер неадекватно работает. Нам нужно именно так отстроить порог срабатывания, чтобы все было четко. Ну, здесь, в принципе, white неплохо звучит, режим. То есть здесь, опять же, надо просто смотреть, как это лучше работает с конкретным вокалистом из конкретной партии. Иногда можно усилить, то есть, чтобы больше эссок воспринималось, но при этом сделать меньше редакшн. Так он будет более часто срабатывать, но не так жестко давить. То есть, ну, опять же, тут надо смотреть, как лучше звучит. Здесь вот, например, сейчас он иногда прям переборщивает. То есть вот первый C он прям очень просадил. Ну, я думаю, что примерно в таком режиме можно чуть-чуть ослабить. То есть буквально на несколько дезвел, потому что здесь мы переборщим. То есть мало того, что он не успевает отпустить сигнал, то есть он начинает уже затрагивать полезную часть вокала. Еще и в момент эссок у нас такой шипелявый вокалист получается. Поэтому с этим всегда будьте осторожны. Но в целом диезвел довольно простой элемент, инструмент для управления шипящими. Просто главное четко слушать, что он делает, и не давать ему делать больше, чем нужно. Что ж, давайте двигаться дальше. Субтитры создавал DimaTorzok